И учили, при вине исключения его. За Христа много было учителей. Евреи хорошо знали пророков, синагогов. Это школа в периоде Сопоручки. Никто не знает, когда впервые возникла синагога, но их следовательно находилось, что после велосипедского пленения, когда храм был разрушен, и синагога собирала их. Вот мы сегодня не встретились, не кажется, что так звонили друг другу, а храм, место собрали нам. И мы начинаем заниматься исследованием Слова Божия. А они слушали своих учителей, родинов и лучших оборудований специально. Громадное толкование тоже. Но слова Христа потрясли их. Они объявили все. Я хочу поставить вопрос к нам. Мы сегодня, когда слышим слова Христа, удивляемся или нет? Нас провокально удивляется все, что ты новое, странное облаждаешь выше наше. Главное это монаши. Павла Моношица, главное основать монастырь. Хотя не одного этого человека может не быть, но основать. Это одна из ступенек канонизации будущей. А вот тут мощи замиротащат, тут береги найдут, скуют, все сделают. А вот чистое евангельское это учение, но когда человек подвижается на веру евангельскую, на провокальных осочуток. Для того удивляются, смотрят. Но как же мы этого не видели, а как мы этого не читали. И Господь, когда им разъяснял, что было написано и что они слышали, то совсем по-другому выглядело, чем их учили. Баклета, благоприятная, госпитер, это все. Они все понимали, так как написано. И апостол сказал, когда начинает разъяснять векский завет, все понимают, что это какое-то странное учение. Мы заграждали, стал, гола, молодящийся. Все тут непонятно. Король подойдет? Нет. Зачем она нужна? Привяжи ее. А вот когда молотит и таскает за собой коток зубчатый, пшеницу молотит, в это время надевали на быка мешок, чтобы он еще не ел. А закон был с ним, не надо этого делать, он застроен. А кто его будет говорить? Да это же говорит Санна, о служителе Господе. И Моисея, Соломонов, храме 12 быков, воря на них. А это зачем? Руки быть, там написано было. Да нет, это 12 апостолов, на которых весь мир будет лежать, за ней его поднимут. Поднимут к Богу. Через Бога, через Дух Святой только. Странно. Понимаете, насколько это все странно. Вот пришли сюда, а вы не научитесь, как учите, здорово, давно кончил школу, там отец так получил. Вы ученики Христовы. То есть все время вы не научите Христов. И все. Нет. Я свидетель Христов. Я свидетель Егор, Бога. Вот что потрясали людям. Да как-то, а вы просто прихожане, наоборот, правда-то будет, если сказать, прихожане пришли и ушли. Конечно, я христианство. И был синагоги человек, имевший Духа нечистого, Духа бесовского. И он закричал громким голосом, «Остарь, что тебе донат? Ты пришел погубить нас!» Но Иисус запрепел ему. Когда мы начинаем сегодня говорить, они говорят, «Не разрушайте православную белку». Они люто ненавидят наши книги. Я неважно подумал, где есть те приходы. И если бы сейчас сказали так, «Еще не те наставили?» Вот, а за вчера приезжали, у меня в крови любят эти книги, правильно, там они у них есть. И каждый приход пожелал, и все данные книги, и есть и бесплатные, я бы дал. Но я не дам, они их уничтожат. Вот в чем дело. А я бы дал. Почему? Они кричат, как бесноватые, «Ты пришел мучить нас!» «Ты пришел разрушить наши устрои!» «У нас все откровенно на Остарево!» И Остары-то как гвозди скрепляют в земной шар. Они не понимают, что это все далеко-далеко от того, что Христов принес. Христос не пришел на Остари строить. Кучу говорит нам. Он пришел умилеть за нас. И людям нужно показать Христа, любящего, единосущного Отцу, который обещал им, «Доарь, Духа Святого!» Слово его не нужно. У ЛК 11-14. Я о лечении хочу поговорить. Трагическое состояние России не кончилось. Христос не лечил на разных сектах. А там не лучше. Вот интересно, как. Сатана сеет день и ночь. И сеет всякие плены. Он как нахуй. Никто не сеет. Не смотри. А в армоте за дезитацию уничтожает. Упьет пшеницы успели все одеться. И народ не берет никакой. И короткие жут ничего не влезет. А доброе, что покажешь, все твои нравятся и снидаются. Вот так Слово Божие. Это заслова в так время. А когда на улице стоишь-то? Ведь о чем покажут, думаешь? Вместе в это время идешь в автобусе. Она не думала о том, что нормально приедет. И мысли никакие. Просто приедешь. Ты говоришь, мотаешь, стоишь же. А как только намолит в устах. А там умный, еще рашный, и столетно за тобой. Все придет и рассуждаешь, и расплядываешь. И такие советы даешь и к президенту еди. Сатана же это все молочает. Слово Божие говорит так. История он достава, того духа измерял. Немного. Так что не мой, глухой, что он говорит. И народ удивлялся. Я слово удивление хочу раскрыть обучение. Чему люди вообще удивляются? Мы-то эти люди удивлены для людей. Когда мы говорим со священниками, практически совсем не с кем я встречался. Мы говорим, а на деле у нас такой порядок, чтобы... Конечно. Мы хотели, чтобы десятину, платили по закону, чтобы саргонии не было. Конечно. Но с чем не согласны? Что у нас правило? Они фотографировали? А шимандриты были? Совсем согласны. Я у тебя попытаюсь сделать. Такое время не звонит, не пишет. Я узнаю. Ничего не мог сделать. А почему? Да потому что сначала надо людей усадить у ног Христа. Чтобы люди к тебе приходили. А там, батюшка, батюшка, а ты будешь приходить, и он говорит, вот, по действующей Христе, тебе я пришел, я благодарю тебя. Ты меня полюбил, ты меня здесь нашел. Это мой дом, дом молитвы. Это дом молитвы. Если я не буду на престол, это будет молитвенный дом. Сектанты, батюшка, они не понимают. Они на фарисинагоге написали дом молитвы. Молитвенный дом. Дом молитвы один. Дом молитвы от охраны, где жесток приносит. А у них нет. Они сами говорят, у нас таинства нет. Они вообще ничего не понимают. Дом молитвы от Луки 11 глава 38 стих. Фарисей удивился, увидев, что огнемой рук перед обедом. Не удивляясь, пишет, говорит, в сафагах входит, в сафаги, ищущийся, в зубы, еще, видит, что угодно, удивляется. Но не верили, что рук не помал. Смешно даже. Здоровое дело, зачем наблюдали? Он вам пришел принести спасение. А они наблюдают. Да вы же грязные все из греха. Да вы же хуже скота живете, хуже осла. Хуже быка вы все живете. Народ мой не знает меня. Мол знает яхтый господинок своего, вообще он владетелок своего. А народ мой взгляд не знает меня про специальности. Это было разведается. Так это я говорил об учителях. Они и спорты, и с сафагами, и с официальным родинограммик. А рук не мал. Да он не летит, кроме сиренга оттащит, и летом. А что я говорю от этого? Другатор. Ну ты мой, взять, взять, взять шампунь и все, взять у себя. Да такой же вонючий останешься. Он выкнивал. И они удивляются. Нам вас удивляются, приводят, а почему у вас? Купова нет. А нам могут спросить, что у человека даваясь от купола. Вы спрашиваете, почему у вас от твоей купола слева Божия нет? Купов. Вот что люди придумают. А почему у вас древних икон нет? У меня самая древняя икона здесь. Образ Христа 1344 года назад. И я стараюсь его не замутить. Вот что ты скажи. Будет операцию делать за тем, которым скажи, вы должны рассмотреть на моё сердце Иисуса. Он очень проще отпечатлялся там. Лука. Вот так озвучивая ваших стих. И не могли уловить его слове перед народом. И мы удивлялись ответу его. И замолчали. Вот почему люди удивляться должны, когда мы отвечаем по слову Божию. Поэтому, знаете, хорошо Писание. Мне, я скажу, когда вы посклины бывают, когда вы где-то бываете, до меня в речи заходят, с какими-то сектантами, с баскирцами, и не могли ответить на такие простые вопросы. А они потом звонят, если по нашей религи не могли на такие простые вопросы ответить. Я все могу сказать. Я учил. Я вам говорю о Христе. Слово Божие у каждого в руках. Бери, считай. Притом ежедневно считай. Некоторые смотрят телевизор. Я круглый год не смотрю. Я на минуту. В прошлом году, когда фильм один сложенец посмотрел, я думаю, что там где-то, думаю, и не надо было его смотреть. Время совсем нет. Время коротко. И так имеющий же он должен быть, как не имеющий. Имеющий телевизор должен быть, как не имеющий. Забойте его, тебе не нужен совсем. Чего ты там торачишься? А мне последнее. Да последнее может много. Какие же мне известия-то. Посмотри, тебе не нужен совсем. И не могли выловить его слова. Нас уладывать пытаются, но чтобы не могли выловить. А когда не могут? Когда мы правильно, точно по слову Божию. Если бы сейчас всех вратов моих выставить, которые копаются в моих книгах, я не знаю, они бы не уместились на эту улицу до проспекта. Но они еще не могут сделать. Ничего. Потому что пишет, я говорю, пископ Алими говорит, вы так все соментировали. Слово Божие. Я ненавижу вас. Все, что написано. Я ничего не могу сделать. Он не может. А плоскому человеку он ненавидит, а под укромом он царь на других. Считайте. Вот. Евангелие от Иоанна 4, глава 27 стих. Пришли ученики его и удивились, что разговаривают с женщиной, однако же, ни один из них не сказал, чего ты требуешь от него или о чем говоришь. Люди пусть удивляются, что мы встречаемся с сектантами, беседуем, у нас в литературу покупаем, тут и баскистка. Люди очень удивляются. Мы не запрещаем ходить к адвентистам, ходить к адвентистам, мы с человека три вместе, чтобы молиться, для него это поддерживает. Люди очень удивляются. А о чем с ними можно говорить? Да, не повившие. Ходите к старобрядцам, посмотрите. Мы никого не удерживаем. Может, ты на то, что-то бывшее, но ты должен всесторонне знать, что тебя не заманули, тебя здесь не изрегетировали, а ты сам избрал. Ты понял, что здесь учение Христа чистое, что здесь желает тебе спасения. И еще ничего удивляется самарядка, женщина, еретичка, о чем с ними разговаривает. Ведь они апатичники засунули Господа. И они удивлялись. Я повторяю, я по Евангелию, по написанию прошел, почему люди удивляются. И потом подумал, а к нам это относится. Как относятся? Мы для многих из-за этого удивления. Точник даже. Что с вами происходит, как. Я в 3-х 1 неделя, всего 4 дня здесь, и многих отзвонил Краевая администрация, городской, и везде за собой удивлены. И по-моему, что слышно, искренне рады слышат. А мы там читали о вас. Мы так рады, что кто-то вынимает вот это деревенье, лагерь, при том, бескорестно, то главное, это и не это. Главное, что мы ведем их ко Христу. Сразу же говорим о Христе. Мы удивляем, вредно-детство удивляется. Обычно, когда к нам приезжают люди, я спрашиваю, может, даже внутренне, я желаю, чтобы что-то им понравилось. Мы спрашиваю, что больше всех удивило? Мы думаем, ушли голубятники, но и раз. А они отмечают, потрясающе. Что же там потрясающе? Их бедность. Да что же это? И в этой бедности вы что-то пытаетесь делать. Да не что-то делать, а дело Божие. Бедность. Из чего все у вас все сделано? Влагерь там, палочки, глины помазаны. До того, удивились, это тот самый лагерь, который мы слышали, к нему смотрели. Это вот самое. А со всех самочувствий не может Бог пробовать мою следу. Вот дело-то какое. Итак, Ивангелие от Иоанна 5, 28-28. Не делитесь всему, ибо наступает воюльник, в котором все находящиеся в гробах, услышав Господь, Сына Божия, и услышавши о живут. А вещь идет о воскресении измертных. Но, конечно, этот стих можно понимать о воскресении измертных. Это душа, когда воскресня. И не делитесь всему, ибо наступило время, все находящиеся в гробах, в телах, а тело – в наших гробах. Он услышал власть Сына Божия. И выявляемся верстиками. Верстик возлещает ангел, ангелов. И когда человек несет верст, правильно, он уподобняется ангелу. И когда монашин, крылья, еще он на себя надеет, он будет вестником, а если монах плинил ангелу исключил, он стоит в пустыне, это антиангел, совершенно противоположную сторону. Ангел вестник, а кого ты вещаешь, когда ты на округу на англии или на колоках. Но единственное, что они все сами ангелами, когда их к расстрелу повели, да они заразбили. Мы слышали, Господи, помоги. И Ансим 15. И дивились людей, говоря, как он знает Писание, не учившись. Вы свой адрес когда-нибудь слышали такое? Обязательно люди будут говорить а что вы качали? А куда вы ходите? А ведь знаете, откуда вы это знаете? И дивились. Я повторяю, что слово дивились, когда Господь учил, что это необычное училие, оно должно отобразиться в нас. Нам должны дивиться. И мы должны на себя дивиться. Мы дивимся, но еще как летом нас в лагере прошло, никто нас не трогал, борьба была какая, и все отступили, никого нигде нету. Даже на территорию я один не пришел. И все убрали, приехали много братьев, сестер, и шли на занятия дива Божия. И мы каждый день только повторяли, Господи, да для чего же нам хорошо, да для чего же нам хорошо, что и братья все с нами, и на войне никуда не забрали, и сестры все с нами здесь, и дети. Господи, мужчинок это ценит, и да все славит тебя. Деяние было сей, и все изумлялись, и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не всеми галилеяне. Мне всегда кажется, что все христиане должны на себя такое прозвище, говорящие. А тут молчаны, молчальник, затворник, все же, он на свет замки закрылся, обратную беду зашил, и не знаю, живой или мертвый. А сии говорящие. Пусть ваше общество будет говорящим, не как-то о Духом святым, и отверзли, ста Моей, и возбищу, хламу Твою нечестивым, научу, отверзли. И все делиться будут. Более знать еще не знают. Откуда все это знать? Много знать не надо. Знать и любовь к Божию. А потом постепенно Бог открывает, и ты сам будешь делиться, как я научился, и теперь все могу сказать. Дианус 7,3. Моисей, увидев, делился. И когда он походил к кусту, был к нему глаз Господи, и Бог открыл Твою я и Его. Это чудо, куст горел. Я сказал, как же это к нам относится? Особенно у правоправных это сильно чудотворность, анкроштатский чудотворность, и у кого чудотворность. Если все только чудотворство, у нас, так это значит наша вера не полная, а может стать очень близко к иудейской. Иудеи ищут чудес. Вот как. А чему Иудеюль? Он удивился. Куст горит, и не сгорает. А что дальше это будет? Вот этому надо было удивить, а не этому, когда Бог возгущал, Бог открылся. Я желаю вынести на Господь. И каждое чудо, которое бывает с нами, оно должно заканчиваться так, чтобы Бог загорел в общем это чудо. И чтобы дал такое повеление вынести всех из плена братства, из греха, из наркомании, из пьянства, родственника, по крайней мере, чтобы были свидетелями. Вот что не возьмем из этого чуда. Чтобы дети не уклонились родственники в секты какие, познали православие. Чтобы Бог заговорил с нами, чтобы мы пошли православным пасторам, архипасторам. Возвестили истину, что Бог дает православной церкви еще один шанс. Еще и нас он дает. Мы не молчим, мы свидетельствуем. Тоня 9.21. И все слышавшие явились и говорили и тот и этот самый, который гнал Девуштолению. Если знали его прошлую жизнь, теперь знают это. Так могут сказать о человеке, которого знали раньше. Вот этот человек, обозначенный который был, и начинает вспоминать драчун, хулиган, он отсидел может не один раз и теперь обратился к Богу. Что с ним сделать? Как поврежденный какой-то. Пришел, застол, не садится, пила не берет. Вообще странное дело. Что-то сделать? Говорят даже похоже на то, что не сталем умел. Ну, признают нормально. Да работают как на работе. Где не оставят во второй смену. Все равно как надо. И делились не тот же и это самый, который в окнах делал с повышкой жена из 45-й угол. Не тот же и это самый. Он самый. И он встретился с Господом, который сказал трудно тебе идти против вражда. Вот чему люди будут удивиться. Это удивление в людях мы создадим. И нам правило такое дается. Деяние 13-41 Смотрите при зрителе и поделитесь и счастливите. Ибо дело делали во дне ваше. Дело, которому вы не поверили бы, если бы кто рассказывал вам, это ответится ко многому. К христианству можно сказать, а я все кушу к нам, чтобы Слово Божие Живо заговорило с нами. Те, которые против нас они призрят, они презрители. Мы снова можем прочитать это место и сказать вы помиритесь, придет время и исчезнете. То, что мы делаем, это не новое. Это хорошо, хорошо забытое, старое. Старое, опорцевское. Мы ведь не просто говорим о Боге, говорим это в православии. Но не просто в Библии лежит, это в православии. Вот что самое это главное. То есть и так, что у них нигде лежит Библия на капелях, микрофонах. Нет. Но вот чтобы сохранить эту строгость, красоту, одеяние, все, и в православии, и на первый момент проповедь Библию, мы можем сказать все предрители помирятся и исчезут. Так и так, в синагоге, пусть это будет как и у нас, сегодня батюшки нет, у нас как синагога, чтобы все, слушая Слово Божие, и делили, Господи, каким чудным путем Ты меня привел сюда. Как это должно быть благодарно Тебе, чтобы во истину мы были его ученики. Ами. Познание Каилл. 9, 2, 6, 1, 6. Как написано, растощил, раздал нищим, правило ты бывает веки. Апостол Павел старался расшевелить Каиллскую церковь. Город был богатый, стартовый, но все тратили на роскошь, на удовольствие. Я вам говорю, что там был только один храм языческий, который обслужили тысяча блузниц, профессиональных, получавших зарплату за это, не считая, те, которые самостоятельно работали. И он теперь старается достучаться за них. Вы стали верующими. Мои чите же, Господи. Те люди, которые читают наши книги, говорят, вы все время бьете в одну точку. Я желаю только о том, чтобы вы поверили, что Библия это Слово основ. Библия это Слово Божие. Библия это Свет. И во Свете к этому источнику прийдя, мы начали видеть и понимать все остальное. Моей другой задачи здесь нет. Чтобы вы не меня видели и слышали, а вновь Христа будет. А в апостолах Павлович было другое, другая была остановка. Это все люди верили, знают. И мне дайте наказали об одном, когда я пошел, чтобы я помнил нищих, что я всегда старался исполнить. И не просто нищих, а евреев. Потому что там был голод часто, Ганилиан, и он собирался всего мира, как сказали бы, Исаак. И отправлял Иерусалю, своим, ровным, неудеям. И вот старался всегда помнить. И здесь он добивает их. Вы мне на содержание даже не дали. Писание говорит, не заграждай траву на молотящую. Я молощу, молощу вас, а вы мне даже ничего не даете. И он говорит, кто щедро сеет, тот щедро поживет. Это не десятина. Десятина нам означает, что не принадлежит, мы ее отдаем. А это третья десятина на милостыню. И когда начинаешь читать об этом, так же понятно, милостыню все дают. Но исследуя, приходишь в изумление, а оказывается, в Ветхом Завете ни разу слово милостыню не встречается. Ведь это открытие. И я никогда не знал, буквально до нынешнего облака, как это не говорится. А в Новом Завете говорится слово милостыню тридцать раз. А не канонические книги, которые сектанты отрицают, двадцать четыре раз говорят о милостыне. Более всего я про милостыню о милостыне говорит все раз. Книга, которую сектанты отрицают. Книга-то 11 раз говорит. Одна книга 11 раз, а весь Ветхом Завет что-то из них ни разу, да не по тому ли не любят эти книги, что они о милостыне говорят. У меня милостыня и Нинаев приходит. Кто щедро сеет. А чтобы щедро сеять, надо что-то иметь. Поэтому надо очень хорошо работать. они так же верующие сложил руки, забился, ну, покорен от меня. А ведь монахи, панаях обустояли, не все монастыри работали. Пустынники, они уходили, кто-то привозил, давал, ну, кто-то что-то делал, плел, кодлинки, старались себя обеспечить. А очень многие ничего не делали. То есть это прямое указание было нарушено. По крайней галатам. Ахотфа Павел говорит так, пять-пять. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Чтобы никто не думал, что я буду давать милости и этим спасусь. Милости не дают мной народы. Милости не практикуется мусульман, беддистов, язычников, коммунистов. Но мы получаем праведность от веры. А милости не подтверждает, что мы стали иными. Что мы делимся. Мы видим в каждом своего брата и сестру, в каждом видим образ Христа. Меня навестили. Меня накормили. Об этом даже не думаешь. И человек, ну, сайца подал. Вот сегодня я по божеу не расходиться, мы делиться будем, кто не успел что-то разобрать. Нас обильно Бог его восхладил, в деревне мы по-наме здесь что-то. И чтобы разобрать это все. Бог дает и Бог умножает. И еще Соломона 8,17. Богатство и слава у меня сокровище не погибающее и правда. У меня, говорит Бог, нужно вжить доставки, и чтобы было право, и чего уделять нуждающим, сотрудить и своими руками. Но если это поставить в основу, получится то, что получилась с еврейской нацией все делаем. Банки, богатство, все подобрали под себя, как будто никого не верят. Клубы какие-то, а как выгоднато, а теперь опять купил пятую яхту. И уже психологи говорят, это болезнь. Ну на какие яхтах, зачем ездить? Яхту самая богатая, евреи, евреи, в России. Самая богатая сегодня в Лондоне, и уже перевалилась за две тысячи, миллионеры и миллиардеры из России, ну 99,9-9 евреев. Что они не знают, как люди нуждаются, как по помойкам ходили, как не платили зарплаты, люди на себя выкинули, накладывали. Почему? Золотой телец заткнул глаза. А если бы знали, что для нуждающихся, то он бы сказал, ну ладно, я соберешил, ограбил, не задали, бокал в голову все желтый. Вот что нужно было сделать. А это все уйдет, даже не встаняется. Расточил, расточил, а то разбросал. И тогда что будет? Правда. Вот почему правда-то нет, потому что они ожерели, ничего не нет. Правда тогда. Следующая правда тебе в газетах напишут или такой-то там-то помогал храм Христа Спасительного строить, монограмные деньги. А вовек, это означает в вечности, и за тебя все, кому ты помог, ханатаристы будут написаны. Суд без милости не оказался у милости, а милость превозносится над судом. Там будет суд. И все, кому ты помог, они выйдут, как господи, вот видишь, он врачевал меня, он одел меня, и Господь, как меня одел. И так все это просто. Псалом 111-3 обилие и богатство в доме праведника. И правду его пребывает в обе, когда делает во имя Господа. Ну, какое там у него обилие? Зайдешь, сено, едва побеленное, ты не знаешь, сколько там богатства. Как у филарета Милостева, когда все раздал. Вот он только один стол остался, ну, видимо, стол из мрамора был. И никто не знал о том сокровище, которое он был у него, о котором он говорил. Он всегда говорил, у меня есть, ну, можно сокровище, но не время его раскрывать. А я вообще так и понимаю, у него банка пищет где-то. А потом бог открыл, когда невесту, зацаря и эстрали, и никуда, кто выбор пала, за его внучку. И она оставалась царицей, правда, неудачной судьбой, жизнью, потому что царя, казаться, неудешной. Заменила ее другое, а ее решил осудить. Сарахов 3.30. Я напоминаю Сарах и Тавид. Две книги, запомните. И вы его прочитайте. Она очень много его научит. Как Тавид сын наказан, умирая. И мы сейчас несколько лет прочтем этих. 3.30. Вода угасит пламя и огня, а милостью не очистит грехи. Сколько пожарников, если приедут с пустой бочкой, что они сделают? Как это? Что пользуются, если мы верующие, о милости не какой не творим? Милости. Делитесь своим талантом, советом, имуществом, деньгами. То, что у нас есть, что выросло. Вы постоянно делаете ревизию себе. Оградуете глаза. Вы же что-то не нужите, стопочки разные стоят. Может, давно пора продать, да раздать. Предварительно это. Ибо во время апостолов многие продавали имение, полагали к ногам апостолов. Вы лучше знаете, кому помочь? Сфератом, 12.3. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и никто не подает милости. Постоянно зло занимается, не подает милости, и как будто идут на равных. Но зло-то я же не делаю. Я же верно, я вижу. Спасибо. 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 Какая бы еще она не выражалась, Твоя милость. И кому-то нам прослушать. Купил кому-то книгу. Конечно, самое ценное то, что касается души. Господь в свое время откроет. Почему ты это сделал? Выгоду такую хотел иметь? Или для дела Божия? Макфея 6.1. Рассказывает Господь, как нужно делать милости. Смотрите, не творите милостыни перед людьми, чтобы они видели. Пусть левая рука не знает правая. Лука 11.41. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...